Всем привет! Мы продолжаем нашу серию интервью с вдохновляющими и известными людьми. И сегодня я в гостях у Саши Татуин, известный тату-артист родом из Украины, у которой есть несколько студий по миру. И сегодня мы общаемся с Сашей о ее пути к успеху, о ее звездных клиентах, о ней самой. Так что смотрим и вдохновляемся. Саша, мы в твоей студии. Во-первых, поздравляю с переездом в новую студию. Очень круто все выглядит. Давай начнем с самого начала. Я много про тебя знаю, но я уверена, что наши телезрители могут не знать обо всем твоем длинном творческом пути. Ты очень многого добилась для своего возраста. И расскажи, пожалуйста, как вообще все начиналось? Блин, это так сложно. Если мы будем переноситься назад, то мы перенесемся в Питер. Я начала делать татуировки, когда мне было 21. Мой муж подарил мне тату-машинку. Он в татуировках, и у меня на тот момент уже были татуировки. Она такая, Саш, давай, ты классно рисуешь, попробуй, у тебя получится. Набей мне что-то. Сначала было достаточно сложно. Я как-то не решалась. Но потом пришли какие-то еще элементы от машинки. Он все это собрал воедино, поставил тату-блок, тату-машинку, зарядил иглы. И я на это все так смотрела, и он такой говорит, на. Положил свою руку на стол и говорит, наведи мне вот листики. И вот помню, это как вчера. И я так, окей. Я взяла машинку и просто начала прям по нему делать татуировки. Мне очень сложно сказать, как вышло, хорошо или плохо, потому что я помню, что был листик достаточно красивый, потом он стал таким жирным, толстым. И я такая, о, боже. Вот, потом он меня попросил еще что-то ему сделать. А потом он такой говорит, давай уже возьмем эскиз какой-то и набьем. Я ему сделала первую татуировку вот здесь на колени, какой-то глаз. Потом он говорит, блин, глаз как-то странно, давай вокруг какой-то орнамент сделаем. И вот этот орнамент был, я просто скачала картинку из интернета. И я думаю, блин, классно. Мне нравится. Единственное, что я помню, что я очень боялась делать линии, и я все сделала точками. И мне почему-то казалось, что если я буду делать это все точечками, то это как-то будет как-то деликатнее. Наверное, так и образовался стиль, с которого я начала. Потом я начала делать татуировки себе. Мои первые, они вот на мне. Потом друзья начали приходить, потом как-то все это друзья-друзи. Но они еще домой приходили к тебе, да? Это все было дома, да. Первые четыре месяца я вообще работала дома. Но ты еще и не работала. Тебе казалось, что это хобби, правильно? Или ты уже понимала, что, ой, как-то все серьезненько. Я никогда не делала бесплатно в татуировках. И это правильно. Да, мне Паша сразу говорит, ну давай там за какие-то две тысячи рублей будешь делать. Я помню, что первые мои татуировки, они как раз стоили две тысячи рублей. Это сколько в долларах? Тридцей долларов. И я помню, знаешь, в тот момент, Питер, коммуналка. Мы живем в комнате в коммуналке. Мой Паша пишет музыку. У него, значит, колонки такие, компьютеры. Он в наушниках. А я сзади на диване делаю татуировки. Самое интересное, что моя машинка была не такая, как сейчас. У меня сейчас практически бесшумная. Я могу татуировать, никто не заметит. Но на тот момент это была очень шумная машинка. Дело так, что я не знаю, как Паша писал свои альбомы. Но как-то мы вдвоем ужасно. Уживались. Но спустя четыре месяца Пашка мне подошел и сказал, Саша, а ну иди в студию или как-то тебе удобно? И я тоже говорю, блин, мне это вообще неудобно. Причем я помню, у меня даже тогда были первые мои иностранные клиенты. Я тогда вообще не говорила на английском. И пришла ко мне целая семья. И мы как-то жестами общались. И я всем делала этот урок. Классно было, на самом деле. Здорово. Такой крутой период. Но я правильно понимаю, что ты всегда рисовала? То есть ты всегда умела рисовать? Это всегда было твое хобби? Или ты хотела быть художницей? Вообще художники меня пугали очень сильно. Я заканчивала Академию дизайна и искусств. И я не понимала, кем я буду. Потому что я не рисовала никогда картин. У меня что-то получалось просто хорошо. И всю свою жизнь я рисовала. Мне кажется, моя мама, это ее большая заслуга в этом. Потому что она мне верила вот прям с вот такого возраста. И она мне всегда только на кружки рисования отдавала. Благодаря ей я поступила в институт. Потому что мне как-то на тот момент хотелось больше, наверное, гулять. А она такая, нет, рисовать. Я такая, можно танцы? Она такая, нет, давай порисуем. И как-то так. И как бы продолжала и продолжала. Я рисовала, да. И когда я приехала уже в Питер, мой муж, Паша, он разбудил во мне очень много именно творческих моментов. Потому что я помню, у меня был такой застой. На последних курсах в институте мы все гуляли. Гуляли, ну да. Гуляли, тусовались. И было очень весело, классно, но я не рисовала. А когда я начала с ним отношения, он мне попросил что-то нарисовать для него. Потом еще что-то. Потом еще что-то. И мне это очень нравилось. Он мне такой говорит, а можно мне алфавит нарисовать от руки? И я из этого потом буду что-то делать. Я такая, да, классно. Я брала кисти. И вот так тут дома все было просто в разных буквах в алфавите. И мы выбирали, какая буква лучше. 50 буквы А. Вау. Потом он меня попросил обложку там нарисовать для какого-то его проекта. Потом в один момент он такой ссор говорит, блин, так ты офигенно рисуешь. Я начала рисовать тогда в блокноте. Такие небольшие картинки. Они в итоге получились эскидные. Класс. Вот ты говоришь, что тебе было 21 год, когда он тебе подарил машинку. Это сколько лет назад было? Восемь. Я поняла тебя. Восемь лет назад. За эти восемь лет ты успела переехать в Лос-Анджелес. Открыть несколько... Девять. Ладно, так скажем правду. Сколько тебе лет, они посчитают такие. Не надо стесняться. А сколько студий ты открыла? В Питере первая студия. Да. А потом была в Москве. В Барселоне мы открылись год назад. Класс. Вау, то есть четыре студии по миру. Ты живешь в Лос-Анджелесе. У тебя уже родился ребенок с тех пор. Ты стала признанным тату-артистом. Но как ты думаешь, среди всех достижений, какое тебе далось сложнее всего? Ну, над каким процессом ты, может быть, дольше всего работала? На годни мне все еще работаю. Быть мамой для меня сложно. Я до сих пор не знаю, хорошая ли мама, потому что я своей работе посвящаю больше времени, чем семье. И я немного по этому поводу переживаю. И вообще рождение ребенка и совмещение со всем, что у нас сейчас есть, это сложно. Я тебя очень хорошо понимаю, поскольку даже являясь мамой, всегда тяжело балансировать. Сколько времени ты посвящаешь студии? Ну, если взять мой рабочий день, я просыпаюсь рано очень. У тебя там шесть? Нет, около восьми. Я там готовлю завтрак, с ребенком какие-то дела делаю. И до одиннадцати я дома. А вот я сюда еду в двенадцати, и до шести семи я в студии. В семь я домой возвращаюсь, и уже вечер там посвящаю, купаю ребенка. Ну, мне кажется, это достаточно много времени, которое ты все равно успеваешь посвятить. Да, плюс еще два дня, когда я с ним вот качественно. Когда мы гуляем, ездим куда-то. Слушай, а сколько ты за это время делала татуировок? Очень сложно сказать, потому что я никогда не считала. Но у меня в Питере было две студии, сначала была такая маленькая, а потом и приехала в большую. И когда я переезжала, я могу примерно, так сказать, по колпачкам. Потому что колпачки покупала по тысяче штук упаковка. И так как я работаю только черным цветом, на тот момент работала только черным, то я использовала один колпачок для одного клиента. На тот момент я татуировала около двух лет, и тогда уже было больше двух тысяч колпачков. О, вау. То есть, если посчитать... Ну, где-то девять тысяч, можно сказать, что уже сделано. Это очень сложно, так сказать, да, но много. Вау, это невероятно. Ты можешь сказать, что в течение этого времени твой стиль менялся? Или ты скорее выработала его и дальше ему следовало? Вот когда я начала только татуировать, я искала себя. Так как я самолучка, я начала учиться и пробовать. То есть, я экспериментировала и старалась найти что-то новое. Потом мне что-то показалось, что уже хорошо, и я вот какое-то время, достаточно долго, делала только так. И потом, в какой-то момент я познакомилась с каким-то татуартистом, который мне сказал, «Слушай, а как эту машинку пользуешься?» Какой-то такой-то, а почему-то не попробуй, что моя тату, она тише, удобнее, мощнее. Я поняла, что есть столько всего. Поняла, что мне надо искать что-то новое. Потому что, когда ты делаешь одно и то уже очень долго, оно просто надоедает. Мне уже становилось скучно. Ну и как-то стиль менялся. Это можно даже по моим татуировкам посмотреть. Потому что сейчас это просто очень сильно отличается от того, что было в начале. Ты знаешь, я практически ничего не знаю про мир татуировок. И это здорово, потому что ты для меня тот человек, который его открываешь. Скажи, в культуре татуировок накладываются на это какие-то тренды? Вот типа как в моде есть такое, да? Да, да, да. Это очень интересно, потому что оно как проходит, так и возвращается. В татуировках то же самое. Я помню, когда я только начинала, были такие волны, когда люди приходили с одинаковыми идеями, хотели одинаковые татуировки. Для меня это было сначала очень странно, а потом я привыкла. Вот я делаю татуировку там «Волк». Я выставляю фотографию в Инстаграм, а у меня на следующий день 10 запросов «Волков». И я поняла, что я не могу делать одно и то же. Мне надо реально, чтобы это оставалось у человека что-то особенное, эксклюзивное. И я начала придумывать и делать каждому что-то другое. То есть у меня каждый эскиз, он один. Я могла взять идею за основу, но сделать её по-другому. С «Волками» — это был мой первый год, когда я только работала. Первого «Волка» я сделала когда ещё? Или «Волка»? «Волка». «Волка» и поняла, что всё. Что пионы будут твои, как Камелия у Шанель. Да. Мне просто они очень нравятся, эти цветы. В итоге сейчас они очень популярны. А бывает вообще такое, что ты устаёшь от того, что тебе нужно делать то, что ты любишь делать? Нет. Какое-то выгорание? У меня бывает такое, когда я работаю очень много. В один день очень много. И чаще всего такое бывает, когда несколько клиентов в день. То есть если у меня один клиент в день, это идеально. То есть ты работаешь с ним весь день, весь день посвящаешь ему, ты создаёшь, начинаешь что-то придумывать, да? И как-то получается классная работа. А когда у тебя два клиента, например, в день, то ты знаешь, что вот так, у тебя время, тебе надо спешить, потому что у тебя сейчас следующий придёт, тебе надо всё успеть. И, соответственно, тут идёт больше усталость не физическая, а эмоциональная. Поэтому я стараюсь работать по одному в день, чтобы просто наслаждаться работой. Потому что я реально, мне очень повезло, я люблю свою работу и делаю её прям с удовольствием. У меня такой вопрос ещё, поскольку, опять же, я такой новичок в мире татуировок, у меня у самой ни одной нет. Мне интересно, вот в мире моды есть, например, там 10 стейтмент-платьев в истории моды, которые знают все. Там сказать, не знаю, там вот такое-то платье Сен-Лорана из такой-то коллекции, и все сразу, ага, вот такое платье. Вот среди тату-артистов у вас есть там, например, 10 татуировок, которые вошли в историю этой культуры и которые цитируют? Есть классные татуировщики, такие легенды. Вот, а как дизайнеры, типа, да? Как дизайнеры. Они по всему миру, и их знают все, конечно, и следят за ними, и знают то, что они делали. Может быть, какие-то татуировки действительно есть, которые запомнились. А так сложно сказать, на самом деле. То есть это больше обращается к стилю какого-то определённого тату-артист? Да, потому что очень классно, когда татуировщик имеет свой стиль. Тогда его просто, ты увидишь эту татуировку и скажешь, а, я знаю, кто это сделал. Вау. То есть это круто, когда тебя узнают по татуировкам. Это вообще офигенно. Потому что у меня многие мои клиенты, которые здесь, в Штатах, они мне говорят, что... Их люди останавливают на улице, говорят, что им так нравится моё творчество, что они вот узнали. И для меня это невероятно. Это действительно одно из самых таких комплиментов. Господи, это действительно невероятное признание. Ты знаешь, когда я тоже слышу от дизайнеров, что вот идёт человек, которого я не знаю, в моей одежде. У тебя, по сути, то же самое. Ты же одеваешь людей, но как бы второй кожей, верно? Это прям очень здорово. Скажи, а почему ты решилась на приезд в Америку? Как это всё произошло? Я вот недавно только об этом думала. Ну, Господи, как тут сложно. Зачем мы сюда приехали? Скажи. Когда ты только сюда переехал, первый год, этого непонятно. Ты такой, ва, ты как красиво, так классно, я так люблю. Всё, супер. А потом уже два с половиной года, и только сейчас я понимаю, как здесь сложно. Я думаю, что мне нравится стиль. Именно стиль этого города. Что я могу ездить на своей машине, туда, куда я хочу. Живу я в деревне, грубо говоря, да? Там одни домики, газончик, всё такое красивое, милое. Я просто беру машину, 25 минут, и я в даунтауне. И это такой город большой, мощный, который меня заряжает. И я тут работаю. Потом опять возвращаюсь домой. Вчера у меня был выходной, я поехала на океан. Я провела там целый день с Лукасом. Мы гуляли. Я люблю просто, что тут есть всё. Мне нравится, что я могу поехать в снег. Я была этой зимой и видела снег в первый раз за три-четыре года. Но ты же точно ехала не за природой? Сюда я приехала, потому что, ну, во-первых, у меня тут очень много клиентов. Во-вторых, мне вообще просто нравится вот этот американский стиль жизни, наверное. Но он сильно отличается от нашего, это правда. Он сильно отличается. Хороший был пример. Мы за два года до переезда в штат, мы переехали в Берлин. И в Берлине мы пробыли полтора года. И это очень классно было, потому что мы реально поняли, что Европа хорошая. Нам она очень нравится. Но просто это не наше. А потом мы приехали сюда. У нас тут родился Лукас. И за четыре месяца проживания здесь я поняла, что я хочу жить тут. Просто хочешь остаться, да? Да. Давай поговорим вот про эти сложности, которые в итоге есть, когда переезжаешь в Америку, независимо от того, насколько ты известный, популярный и любимый в своей родной стране. Что тебе дало сложнее всего? Что пошло не так? На самом деле, всё было хорошо. Не считая того, что у нас маленький ребёнок и сложности были с ним. У американцев есть система, которая работает хорошо. Которая не привыкли. Мы к ней не привыкли. И здесь ты приезжаешь, и тебе сразу надо влиться в эту систему. Тебе нужен твой social security, потому что без него ты никуда. Тебе нужны твои кредит-карты, кредит-скоры. И у тебя всё должно быть чётенько. Привыкнуть к этому, пользоваться этим, платить вовремя — это сложно. Потому что надо каждый месяц за всем следить, чтобы всё было оплачено. Я просто забываю иногда. В итоге мне отключают свет или отключают телефон, аннулируют мою страховку, потому что я не оплатила два месяца, а мне на старый адрес приходили письма. Такие штуки, конечно, к ним привыкаешь. И потом как-то на автомате уже, наверное, в будущем я уже буду пользоваться. Расскажи мне про свой инстаграм. У тебя больше полумиллиона подписчиков, активная аудитория. В какой момент начался этот рост? В общем, расскажи про эту историю. Инстаграм я завела ещё, когда я в Харькове жила. Завела, завела. Потом, когда я начала уже заниматься татуировкой, мой муж Паша, он предложил мне вести интересно инстаграм, а именно всё, что было в одном стиле. Он у меня очень с тонким вкусом дизайнер, поэтому он мне сразу сказал, так, давай всё это обрабатывать, ставить везде логотипчик. Он мне всё очень красиво придумал. Кстати, со штатунг тоже он придумал. Класс. И фирменный стиль, и вообще всё, что сейчас есть, это всё Паша на дослуге. Вау. Вот, и он меня как-то так вдохновил, показал всё, как обрабатывать. И я какое-то время всё так и делала. То есть я делала фотографии на фотоаппарат, потом в фотошопе обрабатывала, добавляла туда логотип, потом это всё уж выставляла в инстаграм. Но потом мне это делать просто надоело, и я как-то уже старалась просто обработать более-менее нормально и выставить. Потому что так было быстро. Я работала несколько татуировок в день, и ты такой в день выставляешь сразу там первое, второе, пятое. И класс. У меня постоянно он был очень активным. В плане того, когда он стал популярным, наверное, это случилось. Я на самом деле помню этот день. Да? Я работала уже в студии в Питере. Студия называлась Барака. Барака? Не знаю, как правильно сказать. До сих пор не знаю. Это не волки. Это просто позднее. Ребята с этой студии, они делали хороший промоут мастерам. И, по-моему, тогда они платили за какую-то рекламу в группе «Контакт» и делали рекламу на инстаграме. Вот. И они мне тогда очень помогли с инстаграмом. Он у меня тогда, по-моему, вырос тысяч до двенадцати. Что-то такое. Ну, на то время это было очень много. Это много, да, да, да. Ну, у кого не было еще инстаграма, да. Вот. Но первый скачок был в Москве. Это мой был первый приезд в Москву. Я ехала работать, и мне написал известный блогер Саша Тихомиров. И попросил пальму ему сделать. Я сказала, окей, давай. И он приехал ко мне в Москву и сделал мне пост. На следующий день у меня уже было где-то около двадцати четырех тысяч. Да, ты что, в два раза. Да, у меня очень много. На то время это просто был такой скачок невероятный. Но когда через неделю я уезжала с Москвы, у меня уже было где-то около сорока тысяч. Вау. И с того дня мне добавлялось ровно тысяча в день. Это нереально. Просто я ничего не делала. Я просто вставляла фотки. И знаешь, на то время инстаграм, это был мой лайфстайл. Я выставляла все. Кроссовки новые, там, куда-то пошла. Все, просто по десять фотографий в день. Сейчас это моя работа. Сейчас, если я даже веду свой блог, это работа. То есть я не скажу, что я это делаю, потому что мне нравится. Я работаю. У меня нет времени, у меня ребенок. Знаешь, мне сейчас, чтобы сделать пост, это надо как бы, ну, уделить этому время. Тогда это просто было как часть того, чем мы живем. И мне кажется, из-за того, что он у меня был таким лавстайлом, он очень хорошо заходил и набирал очень хорошо свою аудиторию. Сейчас, конечно, да, инстаграм совсем другой, если сравниться с тем, что было раньше. Раньше это был кайф. Да, он стал намного скучнее, мне кажется. Сейчас, да, ты такой выставляешь, а... Не твой инстаграм, в смысле, а сама сеть. Твой инстаграм, и все хорошо. Подписывайтесь, кстати. Я знаю, что у тебя есть ряд известных клиентов, а именно расскажи мне, пожалуйста, про Адама из Maroon 5. Просто я так понимаю, звезда многих девушек на планете, его точно знают все. Как вы познакомились? Я, когда только приехала в Лос-Анджелес, это было два с половиной года назад, меня пригласили на вечеринку в Сен-Лоран. Я приехала на эту вечеринку, они мне такие говорят, Саша, будь, пожалуйста, сегодня нашим инфлюенсером. И возьми интервью у Адама. Я такая, боже, мой английский не очень хороший, вот вопросы. Я читаю, и там пять вопросов, несколько из них про татуировки. Я такая думаю, окей, я смогу. И тут меня проводят в комнату, куча охраны, сидит Адам, его там какие-то ребята, менеджеры. Я сажусь напротив, у меня руки трясутся, и я начинаю у него спрашивать вопросы. Тут он такой мне говорит, релакс. Он говорит, мы, типа, нормальные ребята, просто обычные, убери это, листики. Как дела? Я такая, я окей, типа, все хорошо. Он такой, у тебя татуировки столько. Я такая, я татуартист. И как-то, знаешь, начала с ним разговаривать. И мы очень круто пообщались. Не сделали фотографии. Не сделали? На минуточку, мы не сделали фотографии, и я ушла. Ну и все. На всех пор он стал твоим клиентом, насколько я понимаю. Потом он мне написал, типа, Саша, я посмотрела твои работы, невероятно крутые. В инстаграме написал? Нет, он мне написал на номер. Ну, как-то смогли найти твой номер, я думаю, для Адам Аливан. Потом он мне писал менеджер, и мы пытались очень долго сделать сеанс, но у меня Лукас был совсем маленький. Ему было месяцев шесть. Я тогда еще не работала, я была дома, и Адам просил приехать к нему, мне в студии где-то сделать. И у меня не было тогда еще своей студии, то есть об этом речь не шла. То есть это если ехать, это надо на целый день уехать и оставить ребенка с папой. Ну, просто это как-то... Было очень сложно. Мы пытались как-то организовать, но не получилось. И пару месяцев назад Адам мне просто написал в инстаграме, Саш, типа, мне нужна татуировка, срочно. Я такая, окей, говори адрес. И он мне пишет свой адрес, и я просто беру все, что у меня есть, и еду к нему. И мы приезжаем, делаем татуировку, все очень классно. И второй момент. Я не сделала фотографию с ним. Да, я... Вот я хотела задать этот вопрос, и я знала, что ответ будет такой. Сделала фотографию мы потом уже, потому что я настолько была увлечена процессом. Я очень переживала, чтобы сделать все классно, круто. И да, я как-то забыла, совсем забыла сделать фотографию. Ну и ничего. Это прекрасно. Но Адам очень классный. Он очень простой, очень открытый. У него офигенная семья. Я приехала с Лукасом, потом еще, на следующий день. И вообще Адам мне пишет, приходи, пицца, пати, бери Лукаса. Я вот так приезжаю к нему. Лукас играет с его детками. Он очень классный. Здорово. И его семья так меня приняли, круто. У него все ребята вокруг него, они очень классные. И жена его очень классная. Да, но она потрясающе красивая. Да. А у нее татуировок нет? Маленькие, много маленьких. Мы хотим сделать большую. Мы уже несколько раз пробовали что-то нарисовать. Я и делала temporary. Да ты что? Это очень классно было. Да, она потом пошла на вечеринку. Все было в татухах. Вообще, она хочет большое что-то. Просто на большую татуировку надо собраться с мыслями. Для некоторых, особенно для публичных людей, это очень важно, чтобы ты потом не жалел об этом, и оно тебе не помешало в будущем. Я так понимаю, у тебя это всегда коллаборация между тобой и клиентом. То есть это не только, что просто клиент пришел, говорит, хочу так, или ты приходишь и говоришь, будет так. То есть вы всегда работаете над этим. Да, да, да. Мне очень важно, чтобы это было не то, что я хочу, а именно то, что хочет клиент, но то, что будет мне нравиться. То есть это очень сложно, но из-за того, что ко мне приходят люди, которые уже знают мой стиль, они уже мне доверяют, они просто рассказывают свою идею, а я ее стараюсь сделать. И долго занимает вот этот процесс, когда ты начинаешь думать в определенной татуировке, когда ты ее уже сделала клиенту? Допустим, с Адамом мы день целый рисовали, потом еще целый день рисовали, и потом только вечером сделали. Вот так. Рисовали на нем или на... На нем, на iPad, эскизы разные, все возможные варианты, потому что идея была разная. Разная. Нам надо было выбрать что-то одно, и чтобы было и в моем стиле, и то, что он хочет. В итоге это получилось все совершенно спонтанно. Под конец второго дня я такая говорю, окей, хорошо, давай будем еще думать, еще рисуем, давайте сделаем мой температиту. Давай. Он такой, окей. И я ему делаю криводную татуировку, и он такой смотрит, о боже, все, а мы делаем это. Я такая, в смысле? Мы делаем ее? Я такая, реально, да. Вау. Я такая, окей. У него дома там дети, родственники, там ребята вокруг, да, друзья. И они все такие, о боже, это так красиво. И были настолько взволнованы, что я так сидела и думаю, блин, я тоже начинаю переживать. Потому что я обычно, когда я делаю татуировки, я совсем не переживаю. Это моя стопроцентно комфортная зона. Зона комфорта. Да. А тут я понимаю, что так, что-то не то. Я уже начинаю переживать, и все просто хвалят, хвалят, хвалят. И думаю, блин. Ну, в итоге, да, мы просто, я ее стерла и сделала то же самое. Это калифорнийский цветок, это мак. Ага. Как вам его назвать? Папи флауэр. О, здорово. Слушай, это такой интересный процесс. Мне вот интересно, часто ли к тебе приходят люди, чтобы доработать уже существующий рисунок, чтобы его переделать? Да. Может быть, вообще убрать? Раньше, когда я только начинала, бывало такое, что мне приходят и говорят, Саша, вот, кстати, самая, наверное, для меня неприятная ситуация, которая у меня была и след такой оставила мне, да, это когда мой клиент пришла ко мне переделывать татуировку. Я тогда работала месяца 4 или 5, вот это самое мое начало было. И она говорит, давай, короче, сделаем, у меня тролль на ножках стоит, говорит, давай сделаем орла. Мы тут, типа, голову сделаем, там, где у него уши, это крылья будут, а у меня тут дерево. Даже звучит интересно, я хочу сказать. А я почему-то такая сидела, ну, давай, и мы начали что-то рисовать, я сделала этого орла. Дерево красивое получилось, такое фактурное, листики вокруг, а потом она такая приходит и говорит, давай закончим, вот я хочу еще там на заднем фоне, пусть там будет мандала какая-то, узоры. Я что-то ей опять прилепила, старалась что-то сделать, и в целом вроде нормально было. И она довольна, каждый сеанс, 4 или 5 сеансов она ко мне ходила. И тут после последнего сеанса к ней возвращается муж с командировки. И муж приезжает и говорит ей, о боже, ты зачем себе партак на партаке сделала, это же ужасно. И все ее друзья начали говорить ей, ну, это с ее слов, что это ужасно. И она мне звонит и говорит, Саша, о боже, верни мне мои деньги, это ужас. А я работала в студии, соответственно, я работала на проценте. Ну да, да, да. У меня тут половина этих денег. Я половину даю администратору, говорю, надо срочно вернуть, пожалуйста. Я там, я так напортачила, там, я не знаю, зачем я это сделала. А они такие, господи, Саша, успокойся, мы деньги не возвращаем. После 4 сеансов тебя разводят. Я такая говорю, слушай, ну, деньги тебя никто не вернет. Она начала мне угрожать, ну, типа, я знала, где ты живешь, и уже пошел разговор с матами. Знаешь, встречаемся в студии, она, я Пашу с собой взяла. Правильно, да, да, да. Она пришла, как ничего не было, Саша, привет, там все дела. И она показывает татуировку, и я смотрю, там все нормально. Там каждая точечка, там все деревья, листики. Я просто смотрю на это все, а все татуировщики смотрят, Саша, все офигенно, ты че, какие возвраты денег. Мы такие, окей, что ты хочешь? Она говорит, я хочу убрать тело орла и добавить вовнутрь треугольник. А крылья пусть останутся на заднем плане. Ну, и все такие мне мастера, ты же сделаешь это, Саша, тогда, конечно, сделала, вот. Ну, и я сделала это. Очень интересная история, на самом деле, которая хорошо иллюстрирует как раз вот процесс, как бы творчество, нетворчество, подходы, общения с клиентом. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что кроме татуировок у тебя даже еще есть и бьюти-средства, и переводные татуировки. И я слышала, что ты отправляешься в тур по Америке. Давай завершим нашу прекрасную беседу сегодня как раз тем, что ты поделишься своими планами и расскажешь о том, над чем еще ты работаешь, кроме студии. Год назад я начала активно заниматься моим онлайн-магазином. То есть это что-то, что я действительно хочу сделать просто не татуировка, да, а что-то другое. У меня были уже давно переводные татуировки, может быть, 4 года я уже занимаюсь ими. Это просто очень классный способ украсить свое тело на короткое время, на 5-6 дней. И я делаю постоянно новые дизайны, сейчас их продаем по Америке. И год назад у меня появился мой продакшн-менеджер Яна. И Яна мне очень много помогала, и она просто воплотила... Мечту в реальность? Да. Она просто мне сказала, что ты хочешь? Я хочу косметику. Я говорю, давай делать. Вот, и она мне, конечно, помогла просто со всем. Моя осталась просто идея, все остальное. Получилось. Она мне помогла сделать. Мы нашли очень крутых девочек, которые классно все это протестировали. Сделали прям то, что мы хотим. Сделали это все натурально. С офигенным, крутым запахом, без всяких добавок. Да, я очень горжусь, что она у нас такая вся классная получилась, натуральная. Я ей пользуюсь сама каждый день. Мне очень нравится ее дарить кому-то. Я всегда, когда кому-то иду... То есть косметикой, Саша, да? Вот. Какие планы у нас? Да, у нас есть планы на ближайший год. Мы сейчас будем активно над этим работать. Я не буду еще говорить, что мы будем делать, потому что мы еще выбираем. Есть тоже крупные какие-то идеи, которые я очень хочу воплотить. Будем смотреть, думать, работаем. Здорово. Мне было очень приятно действительно с тобой пообщаться, узнать намного больше про твой творческий процесс и про твой творческий путь. И спасибо тебе большое за этот день в центре Даунтауна. Я, кстати, сюда очень редко доезжаю, хоть на город посмотрю. Приезжаю, может быть, мы тебе татуировку сделаем? А, переводную сделаем. Спасибо тебе большое, Сашенька.